Пиши на него. Пиши на него. Господи, нам и эти занятия, эти беседы, сохранить сердце своем, Господи, как некогда. Матерь Твоя сохраняла все о Тебе, самое лучшее. Все, Господи, для того, чтобы было потом в разумлении Ей и другим. Даруй, Господи, нам через молитвы всех святых апостолов, Матери Твоей Пречистой, Господи, дойти до Тебя, Господа и Творца, блаженную пристань Твою, Царство Твоей Небесное. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Подожди маленка, помоги. Дай его сюда. Иди, поставь свой. Выключи. Все, иди поставь. А про то, что позже он ничего не говорил, вы не дослышали? Игнатий Ильич, мне прямой эфир по барабану. Прямой, не прямой, прямой. Вы не расслышали. Батюшка против прямого эфира. А то, что будет выставлено через полчаса, он не против. Который мы записываем. Не прямой, не прямой, не снимать. Да, да. А про это снимаете лучше. А это раньше не касается. Мы его с парашютом не будем. Ну так снимайте. А там внутри храма они будут. Доходом снимают. До кого? До кого-то. Это тот хозяев, а мы. Он там хозяин. И мы должны починиться. Я думал, вы поняли, что так его камеру выключили, а тут я не вижу. А вот его выключили, а там вторая записывает. Насчет живого, ну, а в кормал. И мы с Рахилей пришли к митрополиту. Я снимаю, и Дугольник, а почему два? Я говорю, это фотография. А-а-а. Он никогда не скажет. Даже когда он приезжает. Я в алтарь захожу и там снимаю. И представь себе, вот митрополит, я кто такой? Ко Кресту подхожу, он мне, скажите проповедь в храме. Это, ну скажи, где это бывает? Это не то, что даже непонятно. Это милость Божия и любовь. Во сне не приснится такое? Да никогда. Было время, когда священникам запрещено было проповедать. Кои епископы. А я-то кто? Даже не диакон. И каждый раз, когда он у нас бывает, во время обеда, я первый встаю. Встал и перед ним стою. Он на меня смотрит за столом. Я говорю, Владыка, благословите. Он заулыбается. Давайте, говорите. А я когда говорю, ему тоже может не понравиться. Батюшка просил следить, я как ведущий, мне благословите, чтобы не было у нас отклонений. Потому что о Батюшке говорил. Я как руку поднимаю, тогда все, лимит. Чтобы у нас было по Слову Божию занятие, а не... А то батюшка... Все, 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 все. От Марка 13 глава с 11 по 13 стихи. Во имя, Сына и Святого Духа. Аминь. Когда же поведут предавать вас, не забудьте наперед, что вам говорить. И не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей. И восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Толкование. Действительно, прежде нежели наступила решительная брань римлян с иудеями, чего не потерпели от них апостолы, будучи преданы на судилище и введены к царям. Ироду, Агриппе и Нерону. При этом показывает им и то, что всего хуже именно, что они будут преследуемы и от своих домашних. Говорит же это для того, чтобы они, слыша о всем предварительно, приготовлялись к напастям и впоследствии могли легко переносить их. Далее следующее утешение. Ради меня, говорит, будете ненавидимы. Это самое великое облегчение и в несчастье. Великое также утешение заключается и в том, что претерпевший до конца спасен будет. вопрос. Значит, поведут и заранее не думаете, что будет сказано. Вы когда-нибудь испытали на своей, как говорится, шкуре, что это такое? Тебя готовятся судить, выставляются обвинители по разным моментам, по разным статьям. И ничего об этом не думать, а я еще тогда докажу. Как это понимать? Когда на меня было 32 свидетеля, я сижу, сказали, тогда-то будет суд. Я сижу, все это припоминаю, выписываю, с кем встречался, когда, опровергну то, что там показано. И когда был суд у меня, ну, примерно, эта решетка, за которой сидеть, вот отсюда до стены, ну, метра три. Тогда решетки не было, открыты было. А может, для других было, для меня не было. И я сижу, а там скамейки, на которых сижу, так и так. Видимо, несколько человек могло быть там. Я тетради-то разложу, а передо мной тут, как, ну, бывает, когда где-то бываешь, и полочка такая прибитая. Я разложил в тетради, кто выходит, такой-то. Я саду раз, а дело четыре тома против меня. Я том такой-то по делу, я, когда дело уже закрыто, меня судить, следователь приходит и говорит, дело закрыто, все, к этому уже добавить еще нельзя. Закрытого. Теперь ознакомьтесь. Ознакомьтесь, это не пролистать. Я сел и начинаю выписывать. Он сидит, он меня не может подгонять. Я могу вместе сидеть. Выписывать подряд, все, у меня машинки нету. Он сидит, семечки щелкает, то еще что-то. Я выписываю. Тот-то тогда-то выступил против меня и сказал. Мы там выступали, и я ему сказал это. Я вопрос там, свидетелей этому делу нет. Он оговоривает меня. Я не говорил. Да, к слову сказать, его и в Барнауле-то в этот день не было, этого человека, он не обдумал. Я все это выписываю. И когда только начали, я это все, тетрадки-то разложил, как бы вопреки этому. А на мой процесс вводили юридический факультет. Будущие юристы, они сидели. А тут-то люди слышали, Надежда Васильевна, другое. И когда я все это говорил, а эти, которые сидят, юристы, это говорит, этого старика им не осудить. То есть они должны тогда ломать все и толкать меня в тюрьму. И не осудить. А как, я говорю, на каждый удар я отмечаю серии ударов. Я сразу начинаю, закон такой-то мне помогли, уголовный кодекс такой-то. В 1927 году приняли такой-то закон, мне указали где-то. А они гонят, а вопреки. Министерство юстиции говорило так, вы говорите так. Вы не имеете права даже мне это говорить. А вот дали мои пленки. И там два эксперта, кандидаты наук. Я их могу фамилией все называть, все у меня указано там. И они начинают говорить. Вот раскулачивали. Не было никакого раскулачивания. А я тогда такое-то, решение Сталина такое было, головокружение от успехов. Когда это все. Потом, я когда освобожусь, я их найду, этих. И скажу, как не было. Она согнется и скажет, Надежда Ивановна, было у меня деда с бабой раскулачивали. Да как же ты говорила, что не было. Как ты не боишься это говорить. И теперь суд остановился, когда я это доказал. И пленки, которые дают им слушать их 136 часов. Им дали на сутки. Даже вдвоем, круглосуточно. Это не из страницы листать. Страницы еще можно быстро смотреть. Ну, еще нет, глазами пробежал. А пленка, катушка, ты должен подряд слушать. Я сразу заявил в протест. Они 136 часов за 24 часа не могли прослушать. А подписались двое. А где? В разных местах слушали, им пленки дали. Сегодня сговорились между собой. Да и никак не вложить в это. Суд опять в тупик становится. Я должен знать или не должен. А рядом на первом сидении сидит матушка, он благочинный Красноярского края, Бургин. И она, когда я вышел, там на обед меня потащили, кормить не будут. И она быстренько смотрит, не кого нет. Она-то за решетку ко мне зашла и что-то там сделала. Как они начали обыскивать, там фонариками. А она какие-то особые ароматы взяла и скамейку сделала пахнущую. На запах-то они не брали ничего. Я не знаю, что теперь делать дальше. Вот выходит священник, скачков отец Михаил, и говорит. Игнатий вот так-то говорил, нарушает наши лояльные отношения с советской властью. Это он ждет пришествия Христа с Америки. С запада. С запада, да. Это все там написано было. Я так говорю, нет, отец Михаил, когда он говорил, свидетель, дайте сюда. Я говорю, я жду его Христа, грядущего на небе, силой, славой великой. Это нет. А я это не говорил, судья, не говорил, а ваша подпись стоит. И его куда. А я тогда вот так наклонился, а кафедра недалекой. Я поклонился. Я на вас ничего не имею, прощаю. Вы простите меня, отец Михаил, благословите. Он шагнул из закафты, меня благословит. Как они кинулись, а я уже сел. А потом они дорогой говорят, это надо же так. Всех обманули, говорю. И примирились, и благословились. Это мой суд. А девчонки, вот Петеримова, Татьяна, они, когда машина моя ехала, они вот цветами забрасывали. Вот эти цветы-то там на фотографии остались здесь. Надо думать или не надо? О чем же тут это говорит? Я поступил не так. Я приготовил, у меня несколько тетрадей. Потому что одна статья шла по прибыли, я что-то имел, а другая по уголовной, политической. Одну сразу ее сбросили, ее как и нет, ничего не доказано было. Я ни копейки не имел. Не могли доказать. Вот это мое безденежье, это ничего нету. Следователь хорошим, а тут разошелся. Да я вас по волосинке бороду выщиплю, но я докажу, что у вас деньги в каком банке лежат. И кончилось ничем. Игнатин. Вскоре умер, прокурор умер, а я вернулся. Игнат Иванович, здесь разговор идет, когда конкретно прям за Христа потянут. А у вас там начали они на пластование за это, заход. Ну как быть, готовиться или не готовиться? Готовиться надо, понятно. Это Христе за меня. Вот он говорит об этом. Тут мне готовиться не надо. Я сижу и молюсь. И Бог положит, и нужная фраза всплывет, и место, и стих. А когда обвинение другое, вот это, они же в политическую статью меня ввели. Распространение заведомо ложных измышлений, порочных общественных государственных троиц Советского Союза. Вот кто-то сказал недавно, говорит, а там у меня написано, средства сужилисты, говорю, кто-то благодаря Лавкину подтащили всю стойе тоталитарного Советского Режима. И наконец-то все рухнуло. Один из них, так вот это, меня говорят, тут написано, не готовься, а ты готовился. А вот брат Игорь ответил. Я не навинался. О Христе когда, как Он спаситель, как умер, как воскрес. Ты веришь, что Он воскрес? Да, я верю. Так написано. Я на селеном местописании. Меня там допрашивал военком, по военному делу он. Я говорю, так будет. И мне написано, воскресение Христово, неизверглое Рим, падет КПСС. В аккордах радуги Иудина колена, Христос воскрес, воистину воскрес. Да мы вас знаем здесь, так же написано. Еще у вас так Библия написано. Ну, наверное, так и будет. Он в Магомяну переменился. Игнать Тихонович, вопрос. Ну, все знают, что вы сидели за веру. Ну, да. Ну, а статья была политическая. Да. Ну, а вы внутри себя-то чувствовали, что вы сидите за веру, за Христа? Да, и все. А, да, на что бы я был. То есть у них это было просто прикрытие. То есть они... Вот представь себе, судят одного Ледькина Владимир Прокопьевич, кажется. И он там какой-то замдиректора был. И какие-то аппаратуры. Бейский завод аппаратурный-то. И у него недостаточно цены где. И он там куда дел на него? А он мне и говорит, когда я проповедовал там в камере, там он говорит, вот первых тогда меня допрашивают. Я в КГБ отдал. Попросили начальнику отвезти, начальнику КГБ, генералу такому-то. И тут еще что-то не сказал-то. Да кто-то еще хуже сделает. Я говорю, нет. Он покаялся. Обратился, мы теперь вдвоем молимся. Я говорю, вызывай прокурора по надзору, исследователя. И измени показания. И расскажи, куда ты это делал. Да к меня засудят, без конца не будет. А вот это думать не надо. Он знает. И у него все по-другому пошло. И тогда видишь, что мы уже двое в камере. Нас обоих вытащили. И в подвал там такая камера. Никому она не нужна. И мы двое там были. А нам это как раз и надо. И он вот эта скамейка, он по ней ходит, как этот петух по насесту. И поет, и поет. У него живот. Смотри, попутно схожу к этому. Думать не надо. А вот не думал, душа обратилась одна, первая. Следователь по-христиански принял крещение, полное погружение. В начале тюрьмы меня вызывал. Божественные вопросы. Умер по-христиански, я созванился с женой. Понимаешь, я нужен был там. Вы же не знали, что будете о Христе с ними разговаривать? Да. Вы же рассказывали, вас вызывают, и он задает такой вопрос, и вы начинаете говорить, и он начинает спрашивать о Христе. И вот это другой, это вот уже настоящее петухов. Про Михаила было что? Нет. Я говорю, у меня валенки, надо сапоги. Позвоните. Он говорит, это следят нельзя. Ну, дорогой мой, я сейчас дам тебе телефон, ты подумай, как быстро-быстро сказать. Раз, и позвонили, Надежда Васильевна, новые сапоги. Он даже на это пошел, это нарушение всех правил было. Могу я о нем говорить. Дорогой идут, с ними встретил, собачка говорит, не по делу, по делу, отсюда и все идет. Не молчал, и так и получилось. Когда он умер, Соломин Александр Семенович, полковник. Игнатин Ильич, помните, когда мы с отцом Павлом благовествовали в Тогуле, и там газетные статьи были? Да. И этот написал против нас-то Вячеслав, отец. И потом сюда прислал письмо, и меня вызвали в МВД. А перед этим позвонили, да не на меня попали, а на вас. И вы начали разговаривать как-то доверительно, или еще ли он у вас знает, наверное. И он у вас вопрос задает, а как, что нам теперь делать-то с этим человеком, ну, со мной? А вы говорите ему, ну, я могу сказать, что делать, но это, вы как бы опоздали он. Как опоздали? Вы говорите, ну, лет так где-то на 50-60. И я могу сказать, что они с вами тоже припоздали, только не на 50-60, а лет так на 30. Если было лет 20 назад, 30, вас бы точно расстреляли за это. Это все входит в эти стихи. Мы не о пустом говорим. Когда достигнет тебя, как тебе вести себя? Вот плохо, что КГБ. Ко мне никого не допускают. Они меня охраняют, и меня ни разу не ударили. Сразу приехал майор, где я сижу, и сказал, а лагерь такой там в дребезги все разносят. И сказал, этого человека пальцем не трогать. И меня никто. Вокруг меня, которые бандиты были, их насмерть убивают. Они подползут ночью к кровати. А те, Игнать, можно я рядом стану? Убивают. Игнать Игорьевич, а правда, что говорят, что КГБ заставляло пятидесятников, баптистов, минонитов переходить в православие? Не слышал такого. Я тоже в первую очередь. Не слышал, но вполне допускаю. Потому что с православными... Они там уже... Да. Вот представь себе. Я проповедую. Приехала одна душа. Бакланова Антонина Георгиевна. Она... Никого в ней нету. У нее все отняли. Бетишек отняли. Все. Муж ее выгнал, привел другую жену. А мы с ней познакомились. Стопроцентное послушание. Она со мной познакомилась. Они подпольные были ИПХ, ИПЦ. Подпольщики. И вот теперь мы с ней рядом. И каждую поездку я беру. И в лагерь она приехала с Надеждой Васильевной. А она-то из Тамбова. И оттуда узнали. Одна душа потерялась. Они посылают троих ее вытаскивать. Трое приехали, и трое остались. Они-то посылают еще 30 человек. Приехали сюда, и все остались. И полная группа пришла все. То есть они православные, но они подпольщики. Паспортов нету, на работе не работают, дети в школу не ходят. Тут все приняли, дети в школу пошли, позвучили паспорта. КГБ-то все знает. Они ко мне на работу приезжают, и никто-то, Беденко. Беденко, сейчас я даже могу ошибиться, как-то его звать-то было такое. Никто Александр, никто. И он говорит, мы вот тут подсудили, где они там? В КГБ. Ленина 30, Барнауле. Мы можем вас забросить, в Красноярский край. Там большие старообрядческие общины, чтобы вы поработали над ними. Вот тут государственные интересы и верующие совпали. Они некоторые работали шахтерами, это большой был, пенсия, они от всего отказались. Лук выращивают на огородах-то. Беденко фамилия, я помню, он был майором, а после этого стал генерал-майор в охране Ельцина. У меня говорят, это вы их всех подняли. И получилось так. Я ему говорю, знаете, я не поеду. Почему? А вы меня дорогой столкнетесь, скажете, сам упал. Игнатий Тихонович, да за кого вы у нас считаете? Ну ладно, пошутили. Не поеду. Я сам их найду, когда надо поеду, без вас. Вот когда в Иерусалим вернулись, было там, и стали строить храм, а соседние народы пришли деньги вложить, и мы тоже будем строить. Они говорят, и затормозили на целый год работы. Вот если власть помогает строить храм Христа Спасителя, они могут теперь там приходить, и молиться, и командовать. Может быть, они специально пусть сирает насылать могут. Поэтому не надо. Мы сами сделаем. Это нам указывает Святая Библия. Это все мы выходим из этого стиха. Как себя вести? Это, знаете, многофазность, так сказать. И нас с Редкиным-то отсадили, и мы там двое теперь поем. Обычно, когда кого-то начинает долбить в лагере-то, ну ему девать сенек, он тогда вот так лицом становится, и вверх колотится. Фильм Зоната, который. Они сразу, что надо? А тебе говорят, на лыжи встал. То есть, вон из камеры, иначе за душем ночью. А со мной сидит директор рыбкомбината, главный рыбак Алтайского края. У него космонавты отдыхают, там Герман Титов, первый секретарь, то есть, очень важная фигура. К нему Аксенов был расположен, губернатор, он тогда же первый секретарь Крайковой партии. И он не выдержал, как я молился. Давай в дверь стущаться, выпустите меня отсюда, я умру с этим человеком. Он с ума сошел, он день и ночь молится. Это чтобы такого человека на лыжи поставить, вещь неслыханная, он любого поставит. А тут ничего нет. Он говорит мне, такого дурака никогда не видал. Это как лошадь в жавру, головой мотаешь и мотаешь. Там написано все это. Не совсем до меня дошло, как интересы КГБ и православных, вот софтанавливают. То есть, они без священства. Надо их привезти к священству, и чтобы работали, и все. То есть, доработали. У КГБ-то власть, зачем им подпольщики, что они получили паспорт, а дети пошли в школу, разве это не совпадает? У нас совпало. По этой, что они пошли в церковь, а они пришли к Войтовичу. А от Войтовича направили дедеон был до Кукин, дедеон был до Кукин, архиепископ, и он их утвердил в этом звании, в котором были. А одна из них, Раиса Шишкина, потом вот этот монастырь, она стала игуменем монастыря. Это наши люди, это мои люди. И поехали, архиерей их утвердил, уже не стали постригать. Он принял их в сущем сане. Священства-то не было, но монашество было. Наша задача их вывести на пропыть, благовестие. И они стали делать. А для власти важно, что они уже теперь получают все и нету врагов. Это редкий случай, когда интересы КГБ совпадают с нашими. Вот потому, Дрожок. Считай дальше. Они-то могут вас обвинять, что вы по заданию КГБ попривалили их в православие. Переморщимся. По их заданию я не делаю. Я сразу скажу. Они-то обвиняют ложные. Они про Геннандия Фаста пишут, что его КГБ в православие обратилось. Бывают такого, Гнатья Лапкина. Про Солженицына пишут. Про Солженицына, который разоблачил гадов этих. Про Солженицына. Лавиной проведут со мной. Встречаются. Вы другого мнения? Я говорю, вы еще не знаете. А никто не читает его? Я сколько разговариваю с людьми? А я на пленку рассчитывал два раза откипела гулах от корки до корки. Я о нем молился, чтобы он вернулся в Россию сколько лет. Пещи делаю бесплатно, бабки по рублям раздавайте нищим. Простите, чтобы Александр вернулся домой. А не говорю. Для вас просто вернулся, а для меня по моей молитве. И каждый день я молился о крушении коммунистической заразы. Режима. И когда рухнуло, я понимаю, молитва достигла. Невероятно. Я говорю, ты считаешь отче наш, дай хлеб наш насущий. Ты ешь хлеб? Благодаришь? Нет. А я благодарю. Я от Бога получаю, а ты со шкафа берешь. Вся разница. Вот, дорогая, жемчужина. Игнатий Тихонович, а вот мы добавляем в конце. А? В конце добавляем, вот отче наш читаем, и в конце вы сказали, надо добавлять. Это священник добавляет, а нам-то нет, наверное, нельзя. Ну ладно. А пошли. Пошли. Суспеть, скорее, дальше опять похватить. Марка 13, 14, 17. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий доразумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи, взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад, взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Толкование. Под мерзостью запустения, разумеется, статуя того, кто подверг город Иерусалим запустению. Ибо мерзостью называется всякий идол. Мерзостью же запустения назван он потому, что его поставили внутри недоступного святилища храма, когда Иерусалим был взят и через то подвергся запустению. Впрочем, еще Пилат внес ночью в храм изображение Кесаря и через то было виною великого мятежа в народе. С этого времени начались и войны и запустения Иерусалима. Хорошо сказал находящиеся в Иудее все вообще не апостолы, ибо апостолов не было тогда в Иудее. Но, как сказано, они еще прежде войны были изгнаны из Иерусалима и лучше сами ушли из него, будучи движимы Духом Святым. Итак, добегут оставшиеся в Иудее. А кто будет на кровле, пусть незачем не возвращается в дом свой. Рад должен быть и тому, если спасется хотя ногой. Но горе будет тогда с женом, имеющим детей и беременным. Потому что первые, имея детей и будучи удерживаемые любовью к ним, не могут убежать, да и во чреве имеющим неудобно будет бежать по причине бремени чревоношения. Но я думаю, что здесь указуется и на детояденье, ибо осаждаемые иудеи во время голода поднимали руки даже на детей своих. это потому что привыкли не отказывать себе ни в чем. Почему это все случилось? Вот понимаешь, как надо было. вот сейчас мне нравится что-то. Меня арестовали последний раз 9 января, кровавое воскресенье, и везут меня мимо городской елки. А у меня дома магнитофон, у меня все крутится, играет, люди и в очереди стоят. А меня забрали. Ясно дело душа у меня не так хорошо. Но пока довезли до тюрьмы все успокоилось. Господи, ты знаешь. И что они возьмут, это твое. Если бы они не забрали, вот этих домов у меня не было бы. И батюшка как-то говорил, хорошо, что брата моего посадили, иначе бы сейчас негде молиться было. В центре города такое прекрасное место, рядом 13 соток, два здания. это что-то стоит. И вот, допустим, летят люди, ну, футболисты играть. А один лишку хлебнул, подскользнулся, да и ногу-то и вывихнул. А поет хорошо, слава его звать. Тогда улетела эта команда-то. А теперь, кажется, обратно уже полетели-то, и самолет погиб. А он остался живой. И теперь стоит около Покровского Собора-1. Мы спросили, он все это рассказывает. Сегодня нельзя череписок, как и у Добенгур с череписом, все еще падает. Мы не знаем, на кого она упадет. Вот вчера еще я думал о Вахтанге этом, как же так-то. Я превысил все, он спросил одно Библию, я достал четыре, чтобы кому-то мог дать. И вдруг ни ответа, ни привета. А сейчас прихожу, он уже здесь. И какие у него чувства, расположения. Вот надо научиться так, доверяться Богу. Да, изгнали апостолов, а они теперь не заблокированы. Они в другом месте пенуэлтом куда-то ушли, пишется, да, в какой город, где они были-то. А из города не выйдешь. А которые выбегали из города, их вешали. Весь говорят, Пискарево кладбище или как это? Пискаревское. Говорит, там больше полмиллиона что ли похоронили? Вы про ленинградцев? Да, или три. Не, не, но не три. Там погибших в Ленинграде 800 тысяч умерших от голода и погибших. Это огромный город. А Иерусалим в первом веке какой? И умерло тогда от голода казни которой миллион сто тысяч. Это кажется что у Иосифа плавили. Миллион. Мы маленько цифрами должны разбираться. Говорит, когда Курская битва была, были одни дни самое страшное сражение. По 10 тысяч убитых было за раз. А люди, которые заглянули в Ковчег Господень, Бессомисон, 1, 5 глав, 1 книги царств, Бог убил 50 тысяч и 70. Они ничего не делали, только заглянули и пошли. А это сектанты, которые издеваются над Божьей Матерью. Она является этим ковчегом, чревом, в котором лежат скрижали. Скрижали это слово. Вначале было слово у Бога, а слева было внутри ее. И вот это исследование у Богородицы были, и вы повинны вместе с ними будете. Сразу тишина. Понимаешь, важно, как... Вот я подал сегодня журнал по Слову Божию. И учиться надо. Я там взял все это дело. Любовь к Библии мне пришла у пятидесятников. Я это увидел, и мне сразу на сердце положил Бог. Поэтому я гляжу, как он... А он не по Слову Божию, согласитесь? Нет, конечно. Никак. Авторитета выше Слова Божия не может быть. Я иногда считаю, в Златоусте я не соглашаюсь. А почему? Не по Слову Божию. Да как он мог? А ты считай, вторая книга, первая книга, в одной книге две книги. И вторая. Вторая спурива называется написано творение, приписываемое святому Назаруству. Приписываемое. Первое, я везде соглашаюсь, это его. А второе не его, я обнаружил это. Ты должен на другом уровне, как не по запаху, ну понимать, голос не тот. Знают голос пастыри, идут за ним. У нас впереди овешеки ходят, мы сзади ходим, у нас наоборот. Овешеки не пойдет, я догоню все равно. А у меня к этому и вопрос вот возник. Мы тут жития святых не вспоминаем, а по житиям святых там тоже такое было, когда приводили, детей даже приводили, и маленьких, пятилетних там есть такое, и пятилетний там так говорит, и там часто, очень часто, даже дети, не то что взрослые, называли неверующих этих правителей, палачей, они их собаками крестили нечестивыми, демонскими слугами, они их там сатанинскими называли. Это тоже относится к тому, что Дух Святой не думайте, не думайте, да, что скажете. Это же жития святого Кориона, епископа Вавилы, у него ученики были там, четыре, кажется, их тоже арестовали и били. А сколько ему удар дать, о которых подожгли, сколько лет, столько и дайте ему ударов. Да, которым меньше дали, они скорбели, почему я не старше, там мне больше попало. Они ревновали о том, чтобы больше быть наказанным, награда больше будет. Даже есть такое, когда допрашивают ребенка маленького, он, кажется, его правитель укусил. Как его кинул, он по ступенькам ласкал, переворачивался и сразу намертво умер. вот как. Аидовым-то им как три отроков пищит, аидовым-то им кланяться не будем к этому большому идолу. И царь-то посмотрел, да-ка, сколько бросить? Три, а я четвертого вижу. Четыре. И главное, даже запаха не было, даже волосинка одна не загорелась. Это так и поем об этом. И вот эта навогиная печь толкает нас туда сейчас. Помните, мне нужна помощь. Искренне. Не так, что стояла и клевала носом. Игнативность, а можно сюда допустим как толкование или как комментарий отнести Ветхий Завет? Там же Ветхом Завете вот мальчишка укусил, то есть сделал больно что-то, а Ветхом Завете можно было убивать. И вот когда мы читаем книги Маковейские и Маковей Матафий когда он вышел и мечом поразил этого предателя и этого, который жертву заставлял приносить язычника. Это вот ревность это тоже Духом Святым дана, да? Конечно. Тогда на этом уровне развития разрешалось. Он жертву и дал приносить. А пример какой? И он тогда не вытерпел, заскочил прям где он приносит и сразу ножом и зарезал. Ну ясно его, что его забрали. Это тоже как дело проповедей. Это наш еврей. И нашего Бога Его предал. Смерть ему. Они стояли на это как? Это нам пример. Вот некоторые мне говорят. Вы что-то евреев заступаете. Да они сидели по кабинетам тут. Тыловые крысы. Они только ордена получали. Я говорю, ты евреев не знаешь, посчитай. Язычники перед ними многократно большим числом рушились как сталкиваются. С ними Бог Ягова Яхва. Более воинственного народа трудно найти цель успешного. Считай Маковейскую. Евреев очень много во второй мировой с разных сторон участвовало. Есть кладбище это орлингтонское в Нью-Йорке там под Нью-Йорком или под Вашингтоном военное. И у них идут там кресты. Если протестанты или католик крест ему ставят. А если еврей то шестиконечная звезда. И у них там этих звезд очень много. надо просто реально смотреть. Я отсылаю к Библии. Они очень воинственные. И превосходящие силы ничего не могли сделать. И при том было время когда они не согрешали. Они воюют убили пять тысяч. У них ни одного раненого нет. Но как только они нарушили закон Божий 32 человека были убиты. Ну знаете кто там Ахан Сензары его нашли. И сразу же его с женой с детьми шатром забросали огромным холмом. Он дал на что идет. Ну взял там одежду серебра золотой. секлей там. Ну вот у меня мысль написана почему потому что первые имея детей и будучи удерживаемыми любовью к ним не могут убежать. Ну да. Ничего не понятно. Надо бежать. А как побежишь когда ребенку два года? Ты любовью любишь ее, ты же его не бросишь. Ну за руку там ну рано потащил, упал, волоком тащишь, а руку оторвешь. Поэтому горе беременным. И питающиеся сами, совсем махоньки. Ну с ребенком, ну говори, ну куда ты убежишь-то? Понятно, что дурак дай беремене и то, а тут беременная. и горе им, а то замуж собираешься. Слушай внимательно. Фашисты у них разведка была. Если в разведке ранение получил и ты идти не можешь, то они тебя заведуют. Ты уже знаешь, тебя убьют. они. Потому почему? У тебя много сведений. Даже сколько человек ты скажешь, это уже повлияет на погоню. Поэтому убивали и все. А наши разведчики, да мы не такие, мы всех вытащим. Я думаю, что и у наших что-то было. Просто не рассказывают. Ну ладно, пошли. Не, ну здесь а здесь дальше так жалко ребенка, а тут дальше говорится, что детей ели. другие, одни жалели, а другие нет. То есть другое. Это те, которые бежали. Бросить трудно. А эти, которые попали уже в осаду. Питания не было. Это разный период времени. Они накануне выбежали и бежать трудно ему среди есть ребенком. А эти, которые съедали, эти запертые, в течение месяца нигде ничего нету. И в городе банды были. Так смотри, у него нормальное лицо. Значит, что-то есть у него. Где? Начинает резать. Ну как в годы советской власти было-то. Санта Хасейска пришла и говорит, вот этот купец был. Дело хорошо было. А что? Говорят, ничего нету. Так давай его сюда. Это твой сын твой. Где отцовская? Я не знаю. Так еще раз спрашиваем, сразу убиваем. Раз убили одного, другое. Все отдают. А у него трое сыновей. Раскапаю золото, где спрятал. Иначе все сейчас будем по одному резать. Ну это все в Соловухина все описано. Владимир писателя. Недаром было две тысячи восстаний за время революции в Раньше можно было ролики загружать. Вот загружаешь и загружаешь. А сейчас обязательно нужно ответить на вопрос для детей он или не для детей. Я никогда не отвечаю. У меня для всех. Я не знаю отвечать. Потому что он многогранный. А уже перейти можно в классическую версию. Ну когда-то классическую скорее всего отменят. И для чего этот вопрос придумали мне совсем непонятно. У меня на ютубе стоят два ролика с детьми. Я в поездку ездил на и занятие написано отключены комментарии. То есть сами отключили комментарии все. Потому что я не указал что это ролик для детей. Все поехали. останавливайся. Марка 13 18 20 Молитесь чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь какой не было от начала творения. Которая сотворил Бог даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных которых Он избрал сократил те дни. Толкование Если бы бегство случилось зимою то трудность времени препятствовала бы желающим бежать. Если бы Он скоро не окончил войны римлян не спаслась бы никакая плоть. Не осталось бы ни одного иудея. Но избранных ради то есть уверовавших из евреев и имеющих уверовать впоследствии война кончилась скоро. Ибо Бог предвидя что по пленении многие из евреев уверуют ради сего не попустил до конца погибнуть иудейскому народу. Но можно разуметь это и в нравственном отношении. Так мерзость запустения есть всякое помышление сатанинское стоящее на месте святом в разуме нашем. всем то случае сущие в иудее добегут в горы то есть исповедуясь пусть восходят на горы добродетелей иудея значит исповедание проповедь а кто стоит уже на высоте пусть не сходит с нее ибо когда какой-либо страстный помысл станет в нас тогда надлежит посредством исповеди спешить на высоту добродетели и не сходить сей высоты делающий доброе пусть не возвращается взять прежнюю совесть ветхую одежду которой он совлекся горе же бегущему зимою ибо должно нам бежать от греха с теплотою то есть с покаянием а не с холодностью неподвижно что и означает бегство зимою что замедрянно да а что нет тут просто да когда просто читал допустим я сейчас брошюры зимой прям понимаешь зимой температура субботу седьмой день а здесь суббота значит чтобы Бог не застал когда сидит сложа руки ничего не делания и чтобы не было зимой душа не была застывшая что когда Бог придет меня взять или убить меня придут я в то время как раз в работе для Бога трудился души обращались вот это вот чтобы не зимой двойное толкование духовное и телесное у них зима то там что у них так сказать а когда Господь сидел с учениками напротив храма 24 глава Евангелия 21 они задали когда это будет и какой признак твоего пришествия это два вопроса в один и Господь двойным ответом дал на то и на другое и по разным временам по разным временам да ревог славу Божию у меня однажды собрались люди священники ну и между собой несогласие а хозяйка у которой я жил она не громадная женщина но по монастырям ездила и я то я считаю она многое уже знала и в тупик буквально зашли зашли между собой спорить там старобрядцы были она тогда и говорит а вы Библию это откройте и посмотрите еще там написано я говорю Лидия Григорьевна да книг тоже так не сказал открыли но и вопрос сразу разрешился женщина которая слышала и она послужила толчком к примирению спорить человек еще не знаю все не интересно вот в чатурлетку зайдешь вот это вот допрашивать как это тоже относится к нам один человек одетый глаза трезвые и мы почти два часа проговорились я перед тем как открыть перекрестился почти господи доброго человека соскучился и он видимо молился а я атеист а другое а в конце уже не похож на атеиста какие вопросы он так уважительно обращается но это будет у меня стоять когда-то если господь благословит Евангелие от Марка 13 глава с 18 по 20 стихи так с 21 по 26 тогда если кто вам скажет вот здесь Христос или вот там не верьте ибо вас станут лжехристы лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса чтобы прельстить если возможно и избранных вы же берегитесь вот я наперед сказал вам все но в те дни после скорби той солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются тогда увидят сына человеческого грядущего на облаках силою многою и славою толкование господь кончила речь о иерусалиме далее начинает говорить о пришествии антихриста слово тогда надо надо разуметь не так что когда начнется было не слово тогда иерусалиме если кто вам скажет впереди он говорил об войне с иерусалимом а здесь уже сразу об антихристе говорится и вот толкователь нам говорит что слово тогда обойди с рима тогда слово тогда надо разуметь не так что когда начнет сбываться вышесказанное о иерусалиме тогда не верьте если кто скажет вот здесь христос то знай что это есть особенное свойство писания христос говорит тогда не прельститесь то есть не в то время как опустошен будет иерусалим но во время пришествия антихриста то есть слово тогда указывает не на иерусалим а на пришествие антихриста тогда в то время когда будут говорить лжехристы, тогда не прельститесь, говорит, ибо многие станут называться именем Христа, дабы соблазнить и избранных. По пришествии же Антихриста вся тварь изменится. Звезды померкнут от преизбытка света Христова, и ангельские силы поколеблются, то есть ужаснутся, смотря на такой переворот в мире и видя сарабов своих судимыми. И тогда-то узрят Господа как Сына Человеческого, то есть воплоти, ибо видимое в Нем есть тело Его. Но хотя Он придет и в теле, и как Сын Человеческий, однако с силою и славою великою. Я вот спрашивал сектантов, силы небесные поколеблются. За полвека ни один не ответил. Они не знают. А Ефрем Сирин подробно объясняет. Силами небесными называются ангелы и архангелы, Херувимы и Серапимы. Это что, четыре? Начало, сила, власти. А что такое начало? Ну ангела хоть с крыльями какого-то рисуют, а начало... Силы, это другое совсем. Власти с большой буквы, а то другое. Не знаем. Но они поколеблются. А как? Дается сравнение такое. Вот провинившихся мятежников подводят к царю. А в Библии есть такое. И когда поймали его, привели туда, а царь, который вождь, сыну говорит, убей его. Ну ему, может, там, лет 12, он задрожал, и я не могу. А он тогда обращается. Ты воин, ты его убей. Что это ребенку до меня бить? Неужели я не заслужил смерти от хорошего воина? Они так и понимали. Там Авимилех, когда голову проломили. Не взять его никак-то. Штурмует город, а женщины обломок Жорного бросили прям по черепушке его. И все. И кончилась революция. Вот Ленин вовремя никто не сбросил. Не мог остановить его. У меня стихотворение есть такое, что если бы Льва там взяла, да он бы ее пошел обману-то отдам. И все бы на место встало. А то за ней потянулся подкаблучник. За лимонем. И вот здесь села небесная. То есть, когда Господь воскресит всех и наступит суд Божий, бесконечная мука, и дьявол будет брошен в озеро. Кипящая смола. Рядом стоящая сила, а Божья слава изображается в виде колесницы у языки Иля. И колеса с глазами. Но это означает все ведение. И силы небесные поколеблются, и под колесами прятаться будут. Вот когда царь казнит преступников, а сынишка-то малолетие, он за него спрячется, и вот это будет даже силы небесные поколеблются. Все понятно. Вот как важно иметь толкование святых отцов. В другом месте написано, и спорил князь Персидский с князем Михаилом. Какой князь? Зачем? Не могу ничего понять. Какой князь? О чем спорили? Они были в плену. Персиды победили. И Бог сказал, на 70 лет, а они-то теперь, евреи-то считают, ну сколько осталось? Три года. А теперь сколько? Да уж год остался. Из плена-то мы выходим. И раз выходят, значит выходят. А Данил молится, Господи, выводи народ твой. А у еврейского народа, народу всему представлен, нахранил Михаил. Один. А у каждого народа, у русского один, у грузин другой ангелы. Ангел отвечает за свою епархию. Его каноническая территория. И тогда этот князь, который поставлен, ангел там или кто, из силы какой, над этим персидским народом, а тот молится и говорит, Господи, не отпускай их из плена. Они опять в жертву идолов будут приносить. А тут они в плену, у них вообще нормально все идет. Да, Господи. Главное то, что мы-то от них научились истинного Бога славить. А уйдут, нас опять к идолу столкнуть. Понятно? Вот это теперь стало понятно. Что? Даниилова молитву победила. Он говорит, Господи, ты обещал. Они по дням считали все. Освобождение. Ну, кончилось. Ну, амнистия пришла. Ну, отпусти ты их. И теперь они пошли, когда домой-то им. Грамоту им дали. И теперь, как начали строить. Все описано. Вот теперь стройная картина вышла. Я хотел Игорю задать вопрос. А с собой это покончено. Вот ты-то ничего как бы не имел. А вот встретились бы тебя такие крупные баптисты. Не пошел бы ты к баптистам? А потом бы с нами встретился. Ты принял нас для разговора? а я с ними разговаривал с баптистами. я не знаю, крупные там нет были. Там, они пришли с Библии в храм. Пришли, достали, службу отстояли вместе. А потом собрались там в притворины. И они, там у них женщина была главная. Она такая, ну что, начнем. И такая, раз, и открывает Библию. А я свою Библию достаю, открываю. У меня там этих закладок вот так, Библия с черной, корочка. И я тоже. Начнем. Она такая, посмотрела. Да нет, пожалуй, мы, наверное, не будем с вами разговаривать, беседовать. Раз, ушли, ушла. все. Я верю ему. Я закрыл Библию, думаю, ну что, не хотят. Да, синяя, которая дошла. В Академгородке, в Новосибирске Академгородок, там такие, как говорится, у меня однолобая, большолобая, и они пожелали слышать меня. Я говорю, знаете, отдельно с вами говорить, а как? А мы, ходили к баптистам. Я говорю, давайте сделаем так, вы баптиста пригласите, и мы в этом зале, будем беседовать, задавать вопросы. И в баптистам поехали они, и те согласились. А потом говорят, так, постой, а кто будет со стороны православных? Вы помните, это вопрос, Мисала задал, когда гонки будут, Иуда Бенгур, и он говорит, а кто будет? Кто со стороны? Иуда Бенгур, нахожий на галярах. Милость, Кесаря. Он отпустили его, тут все по-другому пошло. Мисала. И вот здесь точно так же. А ему когда говорят, как кто? В Лапкин. Какой сборол нет? Мы не пойдем. И сразу наоборот отказались, и пошли. Беседа расстроилась. А почему? Я с ними не отдохну, на беседах. Хорошие люди. Хорошие, но не церковь. Один говорит, я услышал, Лапкина, из Чикаго, парень один, это, верующий, прямо проповедует, от смерти в жизнь. Все как надо. А потом, дядя Вадим, я послушал, однажды он говорит, баптисты не церковь, мне так противно стало. До этого ему приятно было, тут противно. Ну, не могу я тебе, дорогой мой, отдать правду. Итак, мы идем. Разрешите еще на минуту. Я хотел, вот вы сказали на собрании, о книгах своих сказали, что такого не было никогда. Я хотел вот что сказать, что столько было вот этих, будем говорить, религий, конфессий, ну и, конечно, православные, и Господь оставил свое писание, с толкованиями совсем, и никто оттуда не выбрал того, что Господь оставил сплошное милосердие и доброту. Почему? все начинают друг с другом биться. Возьмите там этот железный век, там этот протестантизм, Кальвина этого. Почему никто не выбрал быть в милости друг к другу? Просто беседовать, прощать друг другу что-то там, ну, ну, не, не там, не уважать, там это ересь, понятно. Но беседовать-то можно. Сразу начинают убивать друг к дружку. А у нас вообще этого нету. Тут все книги наполнены только милостью Божией. Почему? Да Бог, Господь, Иисус Христос, там одну милость оставил. Смотрите, в прошлый раз мы тут обедали, и я сестре сказал, гляжу, она печальна, я ей отказал, потому что все, больше отдельно, она вызовет, не покупается. Ну, и она опечалилась, я говорю, не покупается, я сказал, я не могу отступиться. А я там не сказал, что дарить нельзя. Тогда я отнял, третом ее и подарил. И она мне сегодня про это говорит, что ты сказала мне? Куда книги ушли? В Ленинград. Так, еще там было? В музей я отправила, там у меня знакомая девочка работает, и у них там тема, значит, православная. И вот, то-то ей расскажи, то-то, то-то. Я говорю, думаете, что вообще глухомань, тьма, да. Вот смотрите, я сейчас скажу, по пальцам загибай. Дать полное толкование с откровением вместе, 2000 лет прошло, никогда не было. Толкование блаженного фефилакта и время заканчивается. Здесь с откровением, которое отец Геннадий Фас по всем святым отцам провел. Это единственное. Впервые. Второе. Это выходит в трех книгах с круглением корешка. вообще не было. Видишь, как-то из-за него. Третье. Выходит книга впервые Гестава Доре. Полный. 230 и плюс 10 из классики. И все раскрасили. Ветхий завет почти один, кажется, да? Да. Вот он сидит. Этого тоже никогда не было. Гестава Доре наша раскрашенная. И теперь важные места в тексте выделены. Этого тоже не было. Теперь каждый стих начинается с указанием. А там не поймешь, откуда. Каждый стих говорит, какая книга, какая глава, какой стих. Мало того, комментарии, вот это, и это комментарий мой. 297 комментариев. Сколько насчитал? 4. Неправда. намного больше. Так плохо считал. Так, считай. Сколько насчитал. Он не понял, что закрывать. Впервые за 2000 лет ты издана с откровением толкования. Не было, ни западной, ни восточной церкви не было. Раз. Второе. Корешок. Важные места, на которые обратите внимание, другим текстом. Третье. комментарии. Четвертое. Впервые вышло какое-то там с Гюставом Дорех. Пятое. И плюс к тому, до этого мы выпустили первый вот этот. Вот они. Черно-белые. Вот оно видно даже. Вот видишь как. А теперь вот какое. Теперь потратили время, раскрасили. Теперь выходит это с закладками под след российского флага. Три книги и три цвета есть где-то. Сколько? Шесть. 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 Он слушает. Его нельзя читать. Я не помню. Жалко вишни на кем. Он слушает вас просто и все. И понимаешь, дальше. Впервые вышло с Круглением корешка. Кругление. Как старые книги. Это знаете, что это означает? Да. И это все, все это, видите, вот это, которое идет, это Каптал называется. Тут не надо говорить как. И это впервые, впервые, впервые. И это надо сказать, чтобы в частном порядке издавал человек. Да. Что в частном порядке вообще никогда не было. Ну и это же не игрушка. Три тома, все одинаково, 752 страницы подогнать. И кроме того, здесь добавлены стихи, он одержали на Бог. И достоверное ли Евангелие профессора Владимира Пилимоновича Марцинковского, считай, сколько? Десять. Игнатий Игнатьич, не песнопение баптистское здесь, а Библия. Игнать Тихонович, чтобы в одну строчку ровно страниц количество было, на, положи. Я позволю еще два добавить, которые вы не добавили. Во-первых, собрано у Геннадия Фаста все святые отцы, кто толковал книгу Откровения, а не один только. И второе, о современных ересях, там идет прям толкование на книгу Откровения, о современных ересях. Этого вообще нигде не было. Сколько? Тринадцать. И когда ты там читаешь, ты прям читаешь, как будто живое. Сколько всего? Тринадцать. Тринадцать. Понимаешь, нет? Это супер уникальное издание, и многие даже этого не оценили, не поняли. А вот она говорит, там поняли, они увидели. Мне из Америки ответили, у нас, говорит, таких книг не было и нету, и не издают даже. Ну, видно, какой класс. В Барнауле нет такого. А она еще, Игнать Тихонович, эта девочка, окончила художественную школу. А она говорит, я от этих рисунков вообще в шоке. Красота такая. Ну, да. Игорь Дубунов раскрасил. Там, когда наложницу забрали, они насиловали ее. А потом, картина. А потом, и он ее везет на осле. И она в разном одеянии. Ну, мог, говорит, посмотреть-то. Красная и синяя. Я говорю, нет. Он вез ее, она из-за пачкины была. Он ее снял, переодел и повез. Совершенно верно. Ты переоделся. Совершенно верно. Так, Игнать Ильич, как это все было? Обращались к нескольким художникам здесь. Потом искали художника. Это я ходил по разным выставкам. Как рисовать-то? Я думал сначала замазать, а потом красками рисовать, а потом фотографировать. Вот тут Юля у нас была, и сейчас нету Третьякова. И она красный диплом получила. И с одним же, Женя Клейменов, тоже с красным дипломом. Медицинский университет. И он в этом деле разбирается. И он, кажется, с второй попытки пришел и мне это указал. Как надо сделать. Нарисовал все. И дальше это понеслось. Не, не так все было. А теперь, а теперь, вопросы, которые у меня задают, это не мимо. Чтобы вопросы отдельно выходили. А теперь ткнешь вопрос, чтобы открывалась тема, как у нас на сайте. Никак, он кое-как это сделал. И все-таки сделали. Вот через Юлю Бог нашел его, а потом приходил тут фотографировались. Ну, наша компания, 12 человек, что ли, работает здесь. Игнатий, приходили спонсоры сюда. Можно немножко подкорректировать, как было все? Он пришел к Игорю с Юлей, и я туда пришел для того, чтобы краски выбрать. Потому что мы с Надеждой Польгуева как решили? Отксериваем вот эти картины и делаем такие, ну, легкие наброски, а потом это раскрашивается красками. И я пришел выбирать краски, ну, там, как где краски достать, как и что. А он у них, и мы об этом поговорили, и он тоже сидел. И пока я куда-то там вышел, может, на кухню, там, в туалет, не знаю куда, несколько минут прихожу, а Игорь смотрит, подойди сюда, брат, смотри, что он сделал. Я подхожу, смотрю, а там Петр забросил сеть и достал рыбы, а Христос на берегу. И я смотрю, а он разукрасил все, и главное, все синим цветом. Я смотрю вот так, а краски такие, я не понял, а что, и поапостол Петр, то тоже что, синий, другого цвета нельзя. Он говорит, да это я вам показываю просто, я откуда знаю, как тут рисовать, что вам надо. Я просто вижу, что рыба, взял синим сделал. Я говорю, ну-ка, а что ты сделал? Он вот так, а где цвета выбирать? Он показал, я раз цвет, и вот так вот он, вот так делай. И я Петру, вот там взял, и этот, хламиду-то, коричневую, я посмотрел, и говорю, Игнатий Тихонович, звоню тут же. Игнатий Тихонович, я ничего не понял, что вы там это, ну-ка перестаньте там с этим Женей, что вы там напридумывали, что-то? И потом мы приехали уже, когда показали, и он благословил уже тогда. Виновата Марина. Я когда стал раскрасывать, отдал ему на рассмотрение, видимо с Мариной, и они меня забраковали. А, это да, это следующее было, когда вы начали раскрасывать. Меня забраковали. Ну, у вас не подожди, все сидят черные. Но главное, я ходил по выставкам, художники-то Сталсибирска, других краев. И с ними разговаривал, как это сделать. И отца Павла, Надежда Павлова у него, кажется. Да, да, да. Да, и она рисовать умеет. И к нашей-то Пальгуевой, как это сделать. И все сделано. И мало того, вот здесь, видите, как вот, если смотреть, вот оно как. Смотрите, в полях сколько. Дай-ка еще раз сюда. Там целиком. Вот смотри, там целиком. Вообще. Мы договорились так, теперь по-другому. У нас полный лист. Полей нету. То есть, чем больше, тем лучше. Вот она где. Вот посмотри, как надо было. Сейчас я покажу одну фигуру. И кровь там видно, и все. Там, если что. Я кровь добавлял сам, Там же нету, вот, где става дыры крови. Ну, даже так видать-то сколько. А вот где фараона, у фараона там Моисей, там вообще. Это какой том у нас? Это, дай-ка, первый. А, первый там, да, да. Я бывало, я бывало по месяцу разрисовывал вот эти вот. Сейчас я посмотрю. Месяц целый. Потому что там приближаешь вот так и одну деталь вырисовываешь там целый день. Вот так. А еще у тебя есть это, ты понимаешь это все. Ну, как смотреть. От отца, видать, отец рисовал у меня всегда. где там сколько? Талантливый мальчишка. Вообще. Еще чуть-чуть немножко, ага, следующее. Вот, вот оно, да. Вот это. Вот, посмотрите, это Игорь раскрашивает. Какое украшение, сколько деталей какие вырисовывал, как стал бы украшены. Да. Это вообще. Ты помнишь, нет? Смотри, как. Посмотри. Это автор. Сколько здесь. Все эти резные и разным светом. От какой труда здесь ушел. Ну да, это просто никто не рассматривает. А так, если ее взять, в электронном виде у меня они там. Мало того, дай-ка третий. Попутно. Это все попутно. А еще можно это, можно сказать? А вот посмотри. Так как здесь мои комментарии, а в комментарии у Густава Даре не могут быть, поэтому 10 взяли из классики. У него было 200... И не просто такие, а такие, что душу трогают. А сколько всего? У него 230 было, да? Вот он. Убивает сына. Иван Грозный убивает сына. Глаза какие. Ну да. А вот это вот какое... А это пострижение в монахине. Вот оно. Это 10 картин, получается 240. 240 разделить на 3, получается 80. Помпея. Продолжим. Ветхий завет Игорь раскрашивал. Дальше. Боярня Морозова. Ну и еще две картины. Явление Христа народу. Посмотри. Иванова. В полный лист. Это надо было как? Ну а дальше это все. И Никола чудотворец спасает одного градоначальника. Меч из рук выхватил. И вот как надо спасать людей. Его обговорили. Он настоит уже все. Он схватил вещи. Доказали, что он невиновен. Так, положи на место. Вот эти 10 классических я не считал. Это вообще. Это понятно. Я хотел сказать, что там, где Петра Ангел выводит, а это же все ночью происходит, и сестры разукрашивали. Наталья Приходькая и Оля Унагаева. Новый Завет они разукрашивали. А я был как консультант. И они мне отдают на консультацию. Как там, посмотри. Я смотрю, и у них вот эта картинка все полностью черное. Я говорю, а что такое у вас? Ну это же, говорит, ночь. Я говорю, а давайте придумаем, что там луна. Хоть немножко, чтобы люди поняли, кто тут кого, где на ком стоял. Они, ну делай там как хочешь. Я там подретушировал. Посмотрите. Все, поехали. Как получился. Марка 13, глава 27-31 стихи. И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все это будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Толкование. Ангелы же придут тогда для того, чтобы собрать избранных, которые, быв восхищены на облаках, должны будут таким образом встретить Господа. Как смоковница, покрывшаяся листьями, показывает, что близко жатва. Так и после скорбного времени Антихристова непосредственно последует второе пришествие Христова, которое для праведных будет также, будет точно, как жатва после зимы, а для грешных зима после жатвы. Род сей, то есть род верных или христиан не приедет, как все это будет. Все сказанное о Иерусалиме и пришествии Антихриста. Господь говорит здесь не о роде апостольском, ибо апостолы не продолжают жить до кончины мира. Многие из них не дожили и до разрушения Иерусалима. Значит, родом сим именуют здесь род христианский, утешая таким образом апостолов. Дабы они не подумали, что при столь тяжких бедствиях вера может быть совершенно оскудеет, Господь говорит дерзайте, не придет род верных и не оскудеет. доколе скорее придут небо и земля эти непоколебимые по-видимому стихии, нежели слова мои в чем-либо не исполнятся, ибо все, что я сказал, будет. Вы знаете, святые не могли истолковать это. Сегодня все понимают Смоковнице назван Израиль, который восстановлен был в 1948 году после войны. Государство образовали имя сразу. Смоковница распила. Я недавно смотрел статистику, израильская территория меньше окружающих мусульманских стран в 500 раз. И они ничего не могут сделать. Саудовская Аравия, там Египет, Сирия согласились идти против них. И они их сожгли в пепел. Вообще сейчас выходит одноглазый маршал, или как называют, маршедоянка, и как разгромили то они их. Самолеты подняли, этим даже взлететь не дали. Узнали все про них. Это все отсюда идет. Во сколько они обедают, во сколько. И когда они узнали, что после обеда ничего не бывает, до обеда рано. А они в это время вылетели, и когда никого не было здесь, и весь аэродром сожгли. А чтобы они могли подниматься, разбомбили аэродром. Ни один самолет взлететь не может. Сегодня подробно все это показывают. Герцель главный имел участие в этом. Израиль это смоковница. И она расцвела. 68 год. Интересная статья была. Я сначала не поверил. Огонек. Большой же журнал Огонек. Можно назвать его общеизвестным. И главный редактор был Виталий Коротич еврей. Тут уж не скажут, что против евреев. И статья большая написана Гитлер тире основатель Израиля. А то уж вообще он убивал евреев. Там он дает данные. А это евреев бы не пропустил никогда. Убивал кого? Ты знаешь нет метисов креолов которые ничего не могли. А остальные свободный доступ имели туда. И это все в журнале Огонек. Я над этой темой 14 лет работал. А за какой год не помните? Я сейчас не знаю. Посмотреть Виталий Коротич когда он был. Я у меня вышло значит конца 80-х 188-89-90-91 не в 80-м ближе я как раз попался мне в обвинение ставили М1-М5 вот как и никто никогда бы это не подумал а там подробно когда какие указы были в Германии выходило только две газеты страна однопартийная разрешалось только евреям свое выпускать это вообще и говорит там где в лагерях было для них какие там условия содержания у меня в ресторане такого не было но это верхушка которая вышла туда и Гиммлер знал все по их договоренности как будто они не евреи с этим много разговоров было что делать с евреями подобрать дальше ни на какие должности не ставить а в первую войну в первую войну евреи генералами были за родное отечество Германию жизнь полагали что теперь с ними делать у них тоже вопросы стояли тогда делали некоторые исключения у Гитлера друг шофером кажется женится его надо приписать к этому а у него вдруг обнаружили в восьмом колене бабка еврейка была не как когда Гитлеров пишет Гиммлеру который Геннер Гиммлер это что разрешить а тот разрешил фюрер сказал разрешил но эссенцем он все равно не будет они как решили вывести хорошую породу людей и вот показывает раз заходит ролик стоит заходит учитель ученики соскочили галстуком все я могу скинуть его даже в интернете где-то и он проходит учитель поворачивается приветствует их вы знаете как евреи выглядят дальше начинает это вот так морду сморшил вот на коленке встал это такие уроды вроде какие это евреи это одни из самых красивых людей что что дальше делает пока одного из щеков берет циркулем измеряет подбородок глаз все это замерил это балтийская раса это тоже нордическая а парень такой видно что очень симпатичный такой это только глазами крутит не знает что делать это как они их учили ну и понятно и гитлер юган и прочее ничем кончилось гитлер где потерпел самая большая ошибка пока подмосковь разделил силы когда одну часть сюда другую к сталинграду и почти дальше нефинные просторы мерит не грудь здесь это было еще до войны евреям то не разрешили выехать а остальных в печь в воду где они прикоснулись к народу божию ну и славян решили там уменьшить по уму своему ему равных не было а по делам дьявол я вчера считал у Сталина переписка какая с Гитлером была как родные братья они как-то я пошел проверить пошел в Алтайскую краевую библиотеку Шишкова здесь библиотека и попросил с 40-го года известия и газета правда и там пишет Грех канцлеру Гитлеру Сталин пишет дорогой уважаемый но и когда встреча была это между делом это я попутно хочу сказать когда разговор у них там зашел а он Гитлер говорит который Ребентроп был или кто с ним фотографом сфотографирует Сталина так чтобы уши хорошо было видать и когда привезли он под лупу рассматривал уши у Сталина как у евреев уши прилипшие в этом мочке а у остальных так он долго рассматривал и говорит Сталин это хороший человек он не еврей он не знал и когда Сталину позвонили что Гитлер покончил с собой первые слова какие я сказал доигрался подлец вот когда все это знаешь и думаешь без Бога никуда что вы успели народ народ тронули руками вы хотите остаться бесполезным хотя они против него на нормальном фронте воевали это от Бога я это М1 М5 все это показал при том я ссылаюсь на отдельную книгу книга за книгой зарубежная книга дореволюционная советская если так это брать то ну вот именно поэтому почему мне сказали а будет еще М6 я говорю только интервью с Сатихлистом осталось они когда в Киев то пришли и сразу дали объявление на четвертый день объявление развесили все евреи со скарбом собраться там на площадь какую-то там где улицы они туда пришли многих отговаривали у них же это же Гитлер да нет ничего к ним же в Советском Союзе хорошо относились они собрались ушли сразу в первый день 32 тысячи расстреляли в Бабьемиру там недалеко идти так брат наш уже поплыл выплывай к берегу пошли Евангелие от Марка 13 32 37 о дне же том или часе никто не знает ни ангелы небесные не сын но только отец смотрите бодрствуйте молитесь ибо не знаете когда наступит это время подобно как бы кто отходя в пути оставляя дом свой дал слугам своим власти каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать и так бодрствуйте ибо не знаете когда придет хозяин дома вечером или в полночь или в пение петухов или поутру чтобы придя внезапно не нашел вас спящими а что вам говорю говорю всем бодрствуйте толкование желая удержать учеников от любопытства о последнем дне и часе господь говорит что ни ангелы ни сын не знает о сем если бы сказал я знаю но не скажу они воскорбели бы что он не хотел им сказать а что господь знает о последнем дне и часе это очевидно ибо сам он веки сотворил как же ему не знать того что сам сотворил притом и для пользы нашей бог скрыл кончину жизни как общей так и каждого из нас в частности дабы мы при неизвестности сей кончины непрестанно подвязались ожидая ее и страшась как бы она не застала нас не готовы итак мы должны бодрствовать и молиться исполнять и то и другое ибо многие хотя бодрствуют но проводят ночи не в молитве а в худых делах если бы и при неизвестности если мы и при неизвестности кончины враждуем друг против друга то чего не сделали бы если бы знали время кончины тогда все же тогда все время жизни до смерти мы проводили бы в крайне худых делах а в последний день изъявляя раскаяние впали бы еще в худшее состояние вот на площади стоит много людей и выходит один и говорит вопрос а там мусульманский стоит руководитель передает вот у меня есть товарищ он христианин что я ему должен сказать он верит в евангелие а евангелие это испорчено много раз переписывали его и поэтому дополнили он говорит а вы спросите бог всеведущий или нет бог всеведущий да всеведущий а вы христа считаете за бога да значит он знает знает ну а как же у марка написано что не знает или он солгал бог может солгать не может так знал или не знал как так так написано написано не знаю ну вот видите какая вера куда тебе идти где оставаться легко а тут один один ответ по человечеству он отвечает и по божески он бога человек вы знаете как отвечать как человек он говорит как человек мне это не дано знать тебе не надо больше я тебе отвечаю а как бог он веки сотворил он все знает прежде бытия еще даже не сотворенное знает а как человек он возрастал учился был послушание то есть как человек он лежал в люльке плакал не плакал мы не знаем но он лежал в яслях написано его тоже грудью кормило и он должен был расти человек но а кто знал и мать-то не знала что это бог восчеловечившийся у тебя тут нет конечно это разбить если стопкой поставить это мы одного потеряли уже труженика да не он нормально а библия далеко у нас полная библия вот она вон она а ну не полная там 66 66 вот она библия вверху вот туда черная да а вон есть где Новый Завет столковая ему делают вторая полка сверху сверху вторая полка это первая а вторая вот тут да вон там черная черная там 66 давай ты считай 66 а что нужно найти глава 14 евангелия от Марка с 1 по 5 стихи через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков и искали первосвященники и книжники как бы взять его хитростью и убить но говорили только не в праздник чтобы не произошло возмущение в народе и когда был он в Вифании в доме Симона прокаженного и возлежал пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного и разбив сосуд возлила ему на голову некоторые же вознегодовали и говорили между собой к чему сия трата мира ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим и роптали на нее толкование совет против Христа составлен был в среду и вот причина почему мы постимся по средам враги хотели было переждать праздничное время но это не было попущено им Господь определяя сам для себя страдания благо изволил предать себя распятию на самую Пасху ибо сам был истинная Пасха здесь надо надвигаться здесь надо надвигаться могуществу его ибо когда враги хотели взять его тогда не могли а когда не хотели по причине праздника тогда он сам волею предал себя им о мире упоминают все четыре евангелиста и думают некоторые что у всех их разумеется одна и та же жена но несправедливо это две разные жены из коих одна упоминается у Иоанна 12 глава 3 стих она же и сестра Лазаря другая у трех прочих евангелистов а ежели вникнешь то найдешь что их было три об одной упоминается у Иоанна а другой у Луки 7 главе 37 38 стих а у прочих двух евангелистов а третий ибо упоминаемая у Луки была блудница и помазала Господа среди его проповеди а упоминаемая у Матфея сделала тоже около времени страдания и при том она не была явная блудница Господь приемлет усердие ее как издержавший так много на мира Евангелие Таана 12 глава 3 5 стихи можно думать что и прочие апостолы упрекали жену так как они постоянно слышали от Христа учения о милостыне но Иуда негодовал на жену не с той мыслью как прочие а по сребролюбию ради гнусной корости Евангелие от Луки 2 глава 40 стих младенец же возрастал и укреплялся духом исполняясь премудрости и благодать Божья была на нем что значит возрастал и исполнялся премудрости то есть он не таковой а теперь он возрастает возрастал не только ростом возрастало духовно развивался и набирался премудрости как как человек как Бог он все знал он висел на кресте и одновременно был преисподней и одновременно в раю и в бесконечных просторах галактики а как человек он висел на кресте и начинает когда беседуешь там и признающими Святой Троице Бога воплощения они не могут понять как это может ну тебе сказали ты не принял значит неверующий остался все как это может быть а ты все все знаешь как ну если я не понимаю как я буду верить ну ты мне объясни ребенок в утробе матери что родители знают как ему натянуть жилки где глаза сделают где уши ничего нет и она сама не знает первая паника начинается когда она узнает что за и она решает куда идти ну да планирует семью понятно где-то радость была бесконечная возрадовал порадовал отца моего что родился сын как Еремия он говорит проклят тот день и тот человек который сказал что я родился потому что такую беду родился тут одни безобразия и вот здесь говорится и когда будете беседовать с кем-то так ответить он знал по божеству а как человек он ответил не знаю никто не знает не потому что не хотел их огорчить не знает и от него это было сокрыто до времени его прославления когда он воскрес теперь все уже теперь открыто это тайна Божия и написано что вот он воплотился нераздельно и не слиянно святая Троица не отдельно они друг от друга они вместе и не сливается три лица а как не знаю а кто знает никто это тайна нам позволено только лопотать языком Троица-Единица Троица-Единица сейчас будем читать скоро мы должны научиться отвечать как он меня думает а то его дело а так вы верите и не знаете верим и не знаем все соглашаемся мы не знаем деревья знают море знает а мы не знаем тут написано когда деревья третья езра стали давайте мы море захватим семена набросаем все взойдет и лес отодвинят море а море что мы думаем песок размоем и все эти корни на виду и унесем и не знает о чем спорят писание говорит бог положил предел песок туда-сюда шевелит и он бы обыкновенный песок простой он бы в пепел превратился нет волны ударят ударят дальше никак граница моря я в Турции видел когда пытаются задержать там бетона наверное миллиона тонн вот такие шараги там брасаны и дальше она разбивается об них дальше еще тише а тут где ходишь асфальт проваливается прямо идешь а опасаешься как бы не провалился ты ничего не знаешь ты объясни если я говорю а все само возникло так давай само возникло слон и комар как они могли быть роднее значит у них кто-то прародитель один один превратился потом в моржа из моржа в ежа из гуся в карася ну что ты дуришь даже у мухи их разные сорта только одна муха такая какая есть муха обыкновенная она может ходить по потолку и проще а как она ходит сцепляться это не за что коготками нету отполированный потолок мало того есть геккар ящерица такая и пока ящерица сидит вот здесь вот а вон там на стенке сидит муха я вижу муху смотрю и сразу ее нету с такой молниеносной простотой у нее язык как это складышок складывается она бросает его прилипает в рот кто это сделал так это не все есть такие рыбы которые она видит сидит там веточки сидит какая-то башкара но она достать не может и она стреляет струей учитывая преломление воды и сразу попадает льет а падает и глотает а ты человек даже не вычислить как это так а представь себе сова летит ночью она вот такая как курица лапой но машет крыльями машет и она знает что там под травой бежит мышь в каком направлении с какой скорость она падает хватает землей с травой но мышь там среди этого как она могла это узнать это я с птицами орнитологии вожусь в детстве и сопотик ловил сколько не знаю и вообразить даже не могу летучая мышь летает в полной темноте рыба как отдельно большая вот такая голова а здесь вот так у нее шаричка идет фонарик светится она рот раздянула а другая а что там такое она уже закрыла она уже дома проглотила опять фонарик горит и вот так вот висит удочки и на огонек фонарик и люди кто это может так сделать притом все разное но маленько начинает крутить головой я ты если был бы безбожник один раз а то атеист атео ты против бога воюешь против бога которого нету для тебя и даже до дурака и дорос еще это учительница одна учила детей детей бога нет бога нет давайте кулак кверху погрозим а один сидит петь не поднимает руку почему да вы сказали его нет кому грозить а если он ест то я боюсь пошли все 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 нужно дем 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 И пренепорочную, и Матерь Бога Нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафин, Без искрения Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебе Лечаи. Марис, благодарю Бога. Просто его словами. Хорошо, значит, ты же любишь его. Я его люблю. Ковальник. Господи, благодарю Тебя за этот день, за этот час, за встречу с братьями, за чтение Святого Евангелия, за Игнатия Тихоновича, который нам мозги вправляет. Господи, я так рада, что я в нашей общине. Господи, благодарю Тебя за все. Слава Тебе, Отец, Сэнный Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Христосу. Больше я не умею. Хорошо. Положи туда, засунили. Так, разыгрывайте клинья. Да. Особенно. Промозгленно.